Следующий фрагмент. Сформулируем это неравенство для трех перемен. x плюс y плюс z разделить на 3 и меньше, чем корень третьей степени исправления x на 3 на z. Будем считать, что все переменные у нас не обязательны. Существует много доказательств этого неравенства. Все разные, все интересные. Сейчас рассмотрим одно. И мне кажется, оно примечательно тем, что нам ничего не придется писать, ничего не придется доказывать. Мы только будем смотреть вот на эту карту. Первый шаг. Начинаем знакомиться с этим неравенством. А что будет, если x равно y равно z? Нам нужно доказать, что это неравенство. Что будет, если все числа равны? Верно получается. Да, получается верная равенство. Значит, это верно. Стало быть, предположим, что не все эти числа равны. Будем считать, что на числовой прямой у нас считаем x, z и y расположены вот таким образом. Это вещественная прямая r. И поступим далее к следующим образом. Пусть переменную z не меняется. Давайте я так скажу. Переменную z мы вообще не трогаем. z не трогаем. Не трогаем. А переменные x и y будем сближать. Вот в соответствии с нашими путешествиями на этой картине. Значит, x, y. А сближать их будем таким образом. x мы заменим на x плюс d, y заменим на y минус d. На y минус d. Вот такое сближение сохраняет их сумму. Посмотрите. В начальный момент сумма x и y была x плюс y, а потом появились два числа. x плюс d, y минус d. Но сумма этих двух новых чисел такая же, как и была прежде. Значит, вот такое сближение. Значит, в неравенстве... Давайте все обозначим. Цифра 1. В неравенстве 1 есть левая часть и правая часть. Скажите, пожалуйста, что при этом происходит с левой частью неравенства 1? Вот при такой эволюции переменной. Она остается не злина. Совершенно верно. Левая часть не меняется. Левая часть не меняется. Я могу написать, что l от единиц равняется к константе, но у нас тут константов очень много, поэтому ее не меняется. Понятное дело. z мы вообще не трогаем ни 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 ни, а x и y мы меняем, сохраняя их сумму. Значит, левая часть не меняется. А что при этом происходит с правой частью? Я пишу r от слова правая часть 1. Как вы думаете? Вот правая часть. Как она меняется? Совершенно верно. Вот здесь написано. Если я что-то спрашиваю, то ответ написан на доске. Я думаю, что посмотрите, пошли. Совершенно верно. Смотрите. Мы x и y сближаем, сохраняя их сумму. Наша сумма постоянная, и 100 сегрит. А тут написано, что до их произведения будут увеличиваться. Значит, смотрим на правую часть. z мы не трогаем. Значит, изменение правой части зависит только от произведения x на y. А оно возрастает. Значит, правая часть возрастает. Так. Итак, сближаются у нас x и y, а z стоит на месте. Левая часть у нас постоянно, а правая часть потихонечку растет. Так. Может быть, кто-то скажет, до каких пор мы будем сближать числа x и z? Если кто-то читал статью, которую я рекомендовал там в анонсе, то может кто-то скажет или кто-то догадается. Как вы думаете? Пока они не станут равными. Так. Пока числа x и y не станут равными. Еще какие? Какое мнение есть? Здесь сближаем, x и y сближаем до тех пор, пока одно из них не станет равным средним арифметическим. x и y сближаем до среднего арифметического. Значит, на доске я написал очень кратко, а скажу так. Сближаем до тех пор, пока одно из них не станет равным средним арифметическим. Здесь x, y и z начальное значение. Так, скажите, а могут эти числа x и y одновременно приехать, совпать со средним арифметическим? Кто как чувствует арифметическим? Могут числа x и y мы сближаем, и они оба одновременно совпали со средним арифметическим? Так, а что в этом случае вы тогда скажете про число z? Оно тоже будет среднее арифметическое. Вот, может быть, такой случай, да? В итоге все числа стали равными. Но если все числа равны, то мы получим верную разность. Но при этом, что же было до этого? Первая часть не менялась, а правая увеличилась. Значит, вначале правая часть была меньше. Неравенство доказано. Так, ну давайте рассмотрим другой случай, когда только одно из этих чисел x и y совпало со средним арифметическим. Так, вот я среднее арифметическое обозначу буквы тем малая. Пусть x приехала в эту точку, y еще нет. А где расположена точка z по отношению к m? Слева или справа? Точка z. Слева. Слева не могут быть все числа, больше средним арифметическим. Значит, слева. А на каком расстоянии от m? Кто ближе к числу m? y или z? Из трех чисел одно совпадает с их средним арифметическим. А два других нет. Конечно, они должны отстоять на одинаковое расстояние с их. Я так вот покажу, что здесь вот скажем. Какое-то L. И здесь тоже L. Значит, x у нас уже приехала. Средняя арифметическая и у, а у еще не приехала. Так, ну, наверное, догадаетесь. А что же дальше-то мы будем делать? Сбережать z и. Совершенно верно. Начинается следующий шаг. Мы сбережаем z и y. Сбережаем. Сохраняя их сумму. Сохраняя их сумму. А число x, третье число, не трогали. Опять же, левая часть будет постоянная. Левая часть постоянная. А правая часть будет увеличиваться. За счет чего? За счет какого произведения? Зчет? Громче, пожалуйста. З от y. Совершенно верно. За счет произведения z на y. Ну и когда все три числа совпадут со средним арифметическим, мы получим верное равенство. Но при этом у нас правая часть росла. Значит, в начале. В первой части была больше. Итак, мы доказали неравенство для трех переменных. Нам потребовалось максимум, сколько сближений. Два сближений. Аналогичное неравенство можно писать для n переменных. Как оно выгляжет? Х1 плюс и так далее, плюс хn разделить на n. Среднее арифметическое n неотрицательных чисел, не меньше среднего геометического этих чисел. Корень n в степени, а под корнем произведения всех этих чисел xn. Как здесь, в общем случае, какие рассуждения? Если все эти числа равны между собой, n числа одинаковые, имеем верное равенство. А ну к чему сводится? nx делить на n это x, а здесь корень n из степени, из x в степени n. Где x это их общее значение. Если среди них есть неравные, то мы возьмем два крайних числа. Самое маленькое и самое большое из этих x1. И будем их сближать. При каком условии? О чем? О чем мы будем заботиться? Сближая их сумму. Сохраняя их сумму. Да, то есть они будут двигаться, как вот на дуэли, можно сказать, да там сходятся. Так они будут равномерно приближаться. Тогда левая часть неравенства не будет меняться. Мы же остальные не будем переменными. А правая будет возрастать за счет именно произведения этих двух переменных. Сближаем крайние до тех пор, пока одно из них не окажется равным среднему арифметическому. Потом из нового набора чисел опять возьмем два крайних и тоже их будем сближать. И так далее. Наибольшее количество сближений равно чему? n-1. Как же мы доказывали эхонеравенство? Мы гуляли по линии одного семейства, по прямой, и следили за линиями уровня другого семейства. А теперь давайте это же неравенство докажем по-другому. Тем же самым способом, но будем другие линии использовать. Как вы предлагаете, что взять? Здесь мы гуляли по линии уровня суммы. А теперь будем гулять по произведению. Итак, будем теперь гулять вдоль фиксированной гиперболи. Второй способ. Но предварительно вот о чем позаботимся. Здесь мы используем какую изготовку. Гуляя по отрезке прямой, мы увеличиваем, изближая переменную, увеличиваем произведение. А теперь давайте будем гулять с вами по гиперболи. какой из гиперболи. Значит, х, и, и у нас будет постоянно. И гулять мы тоже будем в направлении х-ближения. х, и, и, и будем сближать. Будем следить за суммой х плюс у. За суммой х плюс у. Что с ней происходит? С этой суммой х плюс у. Плоскость. Стандартное обозначение. Конечно, можно сближать х и у, перескакивая с одной половины гиперболи на верхнюю половину. Скажем, стартовая точка здесь, следующая точка вот здесь. Но давайте для простоты будем говорить, что у нас вот такое вот непрерывное сближение происходит. То есть мы движемся по нижней половине этой гиперболи. из какой-то стартовой изночки. Это вот стартовая точка. И будем наблюдать за линиями урона суммы. Вот это те улицы, которые мы пересекаем. Теперь надо вспомнить, как размещаются имена этих прямых, то есть вот те параметры С. Если С малая здесь обитает, здесь х плюс у равно С, а если сумма у них больше, то эта прямая отстает дальше. Ну, теперь посмотрим. Движемся по гиперболу. Вот здесь одно значение, один параметр гипербола, здесь другой, здесь третий и так далее. Что же происходит с этими целями? Какие они? Мы от большего переходим к меньшему или от меньшего к большему? От большего. Да, вот. Невооруженным глазом видно, что мы от большего к меньшему переходим, значит, к X, Y, сумма X плюс Y убывает. Вот такой факт. Как его можно будет доставать? Если два числа по ножницам у нас сближаются, сохраняя свое произведение, то сумма таких чисел уменьшается. На основе этого проведем доказательство, рассмотрим, в случае, когда все числа равны. X равно Y равно Z неравенство 1 верно. Теперь будем считать, что среди этих чисел есть неравные. X, Z и Y. Второй случай. Есть неравные. И пусть X наименьшее, Y наибольшее. Вот сейчас мы их будем сближать с вами. Поехали, пошли они навстречу друг к другу. Значит, пусть X перешло в число K большое умножить на X, тогда Y в какое число перейдет? Громче, пожалуйста. Ну, я напишу проще. Без единицы. Ирю делить так. Вот, да, да. Чтобы единицу написать лишний знак. Y делить на K. Почему именно так? Легко верить. Произведение их сохраняется. Вначале было вот оно, крайняя часть с алгебры. А мы знали, что вот при таком сближении сумма будет убывать. Так, а где у нас сумма-то? Это левая часть нашего неравенства. Значит, X плюсивик убывает, Z мы не трогаем. Значит, левая часть неравенства 1 будет убывать. Так, вопрос. А до каких пор мы будем сближать эти числа X и Y? До среднего геометрического. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот я так напишу здесь. Средний геометрический. Какой-то из этих чисел приедет в эту точку. Значит, X или Y. совпало со средним геометрическим. Ну, опять же, такой вырожденный случай, когда оба они совпадут со средним геометрическим одновременно. Ну, тогда и Z обязан там находиться. В этом случае неравенство верно. А может случиться так, что, скажем, X приехало в эту точку, Y еще нет, но и тогда Z меньше среднего геометрического. В этом случае потребуется еще одно сближение. Теперь уже будем сближать Z и Y опять сохраняя их произведение. опять в этом случае правая часть будет постоянной. Правая часть не меняется. А правая часть равенства 1 не меняется. поскольку мы не пробуем одну переменную, а две другие сохраняем в произведении. А левая часть опять за счет суммы двух меняющихся переменных будет уменьшаться. Значит, левая часть будет уменьшаться. В итоге все они совпадут со средним альтинетическим и получится верная альтинс. L равно R в итоге. Но поскольку левая часть у нас убывала, то в начале L был больше R. Вот тем самым неравиство доказано. То же самое для N переменных.